Квантовая теория Планка Если энергия электрона мала, то происходит упругое соударение электрона с атомом. Электрон сохраняет свою кинетическую энергию. Происходит неупругое столкновение. Электрон полностью отдает свою энергию атому. Этой энергии достаточно для возбуждения атома. Электроны, обладающие большей энергией, сохраняют часть энергии. Другая часть энергии передается атому. Величина этой энергии постоянно. Немецкие физики Франк и Герц экспериментально обнаружили явление полной передачи электронами всей своей энергии атомом. И измерили эту энергию. Построим схему установки. Основная часть — лампа. Источник электронов — горячий катод. Анод имеет форму полого цилиндра. Между катодом и анодом создается ускоряющее электрическое поле. Увеличивая напряжение, можно увеличивать кинетическую энергию электронов, влетающих в цилиндр. Третий электрод называется коллектором. Напряжение между коллектором и анодом примерно 0,5 вольта. Тормозящее электрическое поле, созданное между коллектором и анодом, задерживает те электроны, кинетической энергии которых мала. Чем больше электронов достигает коллектора, тем больше сила тока в коллекторной цепи. При нагревании лампы капли ртути, находящиеся в ней, испаряются, и лампа наполняется парами ртути. Внутри цилиндра электрического поля нет. Поэтому энергия электронов может изменяться только в результате взаимодействия электронов с атомами ртути. Значение тока, близкое к нулю, позволяет нам сделать вывод о том, что почти все электроны полностью отдали свою кинетическую энергию атомам ртути. Познакомимся с установкой, с помощью которой можно повторить опыт Франко и Герца. При комнатной температуре в лампе высокий вакуум, так как ртуть внутри лампы находится в виде капелек. Пока в лампе почти нет паров ртути, увеличение ускоряющего напряжения ведет за собой увеличение силы тока. При нагревании лампы в печи до 120 градусов, давление паров ртути достигает 1 миллиметра ртутного столба. Так же, как и в предыдущем опыте, сила тока увеличивается при увеличении ускоряющего напряжения, но при 4,9 вольта ток падает почти до нуля. Эксперимент показал, что атом ртути не может поглотить энергию, пока она меньше 4,9 электрон вольта. Электроны, обладающие большей энергией, отдают атомам ртути те же 4,9 электрон вольта. Электроны кинетической энергии, которых равна 9,8 электрон вольта, отдают полностью свою энергию двум атомам ртути. Предположение о том, что атом может поглощать энергию лишь определенными порциями, получило экспериментальное подтверждение.